Паспорт В случае успешного прохождения идентификации избирателя по паспорту, далее проводится идентификация избирателя по биометрибному участку. В случае неудачной идентификации по отпечаткам пальцев рук избирателю дается 10 попыток. После 10 неудачных попыток идентификации по отпечаткам пальцев рук программа перейдет в режим сканирования лица, на что дается лишь одна попытка. Идентификация по биометрии лица проводится посредством применения камеры для сканирования, при котором производится сравнение лица избирателя с фотографией. В случае успешного прохождения идентификации избирателя по биометрическим данным на монитор ноутбука и обзорный монитор выводится фотография, порядковый номер в списке избирателей, фамилия, имя, отчество избирателя, прошедшего идентификацию. В случае успешного прохождения идентификации избирателя термопринтер автоматически распечатает чек об идентификации избирателя. В чеке указываются дата и время идентификации избирателя, порядковый номер чека, номер участковой избирательной комиссии, персональный идентификационный номер избирателя, фамилия, имя и отчество избирателя и порядковый номер избирателя в списке избирателей. При этом на мониторе, вывешанном на обозримом месте для представителей политических партий наблюдателей, высвечивается следующая информация. Общее количество граждан, включенных в список избирателей на данном избирательном участке. Количество избирателей, прошедших идентификацию и получивших чек о прохождении идентификации на этом избирательном участке на данный момент. Фотография избирателя, проходящего идентификацию. Иная информация, определенная Центральной избирательной комиссией. Если все неоднократно предпринятые меры по идентификации не дали результатов, член избирательной комиссии, ответственный за процесс идентификации, информирует председателя комиссии, после чего составляет акт об отказе оборудования в двух экземплярах. Акт подписывается членом избирательной комиссии, ответственным за контроль над процессом идентификации, оператором и соответствующим избирателем. Один экземпляр вручается избирателю, а второй экземпляр остается в избирательной комиссии, которая после официального опубликования результатов выборов направляет эти акты в соответствующие государственные органы для принятия мер. При этом избиратель не допускается к голосованию. Член участковой избирательной комиссии, определенный жеребьевкой при выдаче избирательных бюллетеней и предъявлении избирателем документа удостоверяющего личность, регистрирует избирателя в бумажном списке избирателей. При этом проставляет серию и номер документа удостоверяющего личность избирателя, а также расписывается в нем о выдаче избирательного бюллетеня. При этом каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. К документам, удостоверяющим личность избирателя, относятся все типы национальных паспортов гражданина Кыргызской республики, установленные законодательством. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в бумажном списке избирателей. Далее избиратель в обмен на чек получает бюллетень. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. Избиратель ставит в избирательном бюллетене соответствующую отметку в квадрате, относящемся к политической партии, в пользу которой сделан выбор, либо к позиции против всех. В случае, если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член участковой избирательной комиссии выдает ему новый избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии данного избирателя. Испорченный избирательный бюллетень погашается, о чем составляется акт номер 18. Заполненные избирательные бюллетени пропускаются через автоматически считывающую урну. Если автоматически считывающая урна не принимает бюллетень, необходимо проверить, устойчиво ли она установлена, и попробовать пропустить бюллетень снова. Избиратель должен незамедлительно покинуть помещение для голосования после того, как бюллетень пройдет через автоматически считывающую урну. В случае сбоя автоматически считывающей урны в день выборов, голосование осуществляется на основе использования запасной автоматически считывающей урны. При этом участковая избирательная комиссия составляет акт, который подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии и операторами. В случае восстановления работоспособности, замененных в результате сбоя автоматически считывающих урн в течение дня голосования, возобновление их использования для голосования не допускается. В случае сбоя запасной автоматически считывающей урны, голосование осуществляется на основе использования стационарного ящика. При этом участковая избирательная комиссия также составляет акт, который подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии и операторами.